друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых вышла света со своими очередными мотивашками но вы знаете что-то сам мотиватор сегодня конечно в ударе просто словно после великой попойки мятая словно вот ее знаете лёшка только что разбудил и вывел нам в эфир я понимаю что она не красится но как можно быть просто такой чуни я не понимаю и даже не причесать не привести свои волосы в порядок но ты блин женщина ты женщина тем более тебя снимает камера нет так и вышла вся голова в петухах это просто знаете невозможно было не заметить опять опять она трясет всеми своими шмотками которые у нее есть и рассказывает нам о том что вот смотрите мол у нас все есть все новое ну и так далее но грит никто ничего не носит носить никто ничего не хочет тут же виталина сдает мать с потрохами говорит что мама там что-то не разрешает носить мама начинает тут же объяснять и горит нет ты не понимаешь эти вещи для дома свет что ты действительно несешь для какого дома у вас порой вы дома носите те вещи которые надо носить на улицу где-то да куда-то выезжать в город а как раз таки те вещи в которых вы выезжаете вот в таких вещах можно ходить только по дому или по огороду но у вас даже здесь понимание нет абсолютно никакого и вместо того чтобы детям самой утром да выдавать так скажем определенные вещи так это на сегодня это на завтра и так далее особенно это касается младших детей да причем так делают все мамочки в том числе и работающие мамочки да собирают своих детей в садике в школы ну и так далее но светке некогда светка у нас дрыхнет до обеда поэтому дети у нее неделями ходят в одних и тех же вещах понятное дело они просыпаются раньше мамы они одеваются сами ну и ходят в том в чем ходят я вот думаю зачем светка уселась и трясет на камеру вот этим вот тряпьем да зачем кому и что она хочет доказать нам с вами зачем нам дела нет от того что у них есть эти вещи или нет этих вещей да вот нам не холодно не жарко а вот то что вещи у них лежат а дети ходят непонятно в чем неделями это уже конечно непосредственно заслуга самой светы как матери ну а далее друзья мои очередные эксперименты проводит светочка да как всегда на кухне а также рассказывает о том что варит манную кашу которую мол так любят дети тут же анжелка кричит да причем на домашнем молоке ну да все дети счастливы хотя бы поедят манной каши ну а света еще обещает много чего в меню говорит будут драники будут кабачковые оладьи в общем что то там такое будет я слышу все кроме мяса мясо так понимаю у них не будет теперь никогда ну или надо до нового года точно не будет ну а далее лёшка как всегда с очередными своими бредовыми идеями это знаете по тому принципу когда как говорится коту делать нечего то вы сами знаете что он делает так и лёха ему делать нечего понимаете он сидит 24 на 7 и занимается всякой хренью выдумывает всякую ерунду изначально он предложил насти переехать к виталине ну а анжеле приехать к дарине и объяснил это тем что мол говорит да да говорит настя с виталины они как-то вот молодцы они больше придерживаются порядка ну а анжела мол с дариной пофигистки неряхи грязнули пусть горит они поживут вместе но и говорит по крайней мере начнут убирать за собой здесь я согласна да действительно это была бы хорошая идея вообще потому что мы прекрасно знаем что бедной витали не ей приходится дышать вот этими всякими испарениями да потому что дарина ходит под себя естественно там воняет все и постельное белье и матрасы и вся комната да мама не не удосужилась ребенка приучить горшку но и теперь эта проблема уже тех детей которые живут непосредственно в комнате с дариной так вот ну а настя в таком случае конечно же я уверена что настя надоело жить с анжелой здесь я вот даже нисколько не сомневаюсь потому что насти приходится одной наводить порядок в комнате анжела ничего делать не хочет и попробую и заставь конечно насти этого сделать не может никак ни физически ни морально что там говорить какая настя анжелку заставить работать не может не отец снимать вообще никто поэтому здесь я согласна это была хорошая идея причем девчонки согласились настя с удовольствием виталина с удовольствием но напряглась анжелка да кстати дарина понятно согласилась и всегда она совсем всегда соглашается анжелка напряглась тут же сказала нет но горит как бы я горит почему не виталина ко мне анжелка знаете нет нет где где так она дура дурой а где где так она прошаренная и понимает все прекрасно она понимает что от нее уходит служанка настя и соответственно ей пытаются дать да она за собой то ухаживать не хочет а тут ей еще вдовесок дают дарину за который ей априори придется укаживать и она говорит сразу она горит а почему не виталину ко мне знаю что она виталину построить просто на раз-два и виталина будет такой же ее очередной служанкой как и настя и тоже против анжелки огромные слова конечно же не скажет да но здесь в принципе все понятно ну а далее папаня лёша молодец такой решил все переиграть решил а решил анжелку подселить к виталине объяснив это тем что анжелочка будет помогать виталиночки с учебой да с такими темпами какая разница да так как анжела мне говорит писать читать вообще ничего не умеет с таким успехом и настя могла в принципе помогать виталине с учебой я понимаю я прекрасно понимаю почему лёшка так сделал почему лёшка переиграл анжелка не хотела с дариной и лёшка прекрасно это понял прекрасно понял поэтому лёшка пошел на поводу у своих двух любимых дочек а это естественно анжелка и дарина он решил гонобить дальше по полной программе настю виталину ну правильно они же не такие шустрые чего их любить да лёшка сам сказал я вот хотел бы чтобы мы у всех у моих детей был такой вот все мои дети были бы шустрые но типа все в него но в него кто пошел в него пошла анжела в него пошла дарина и никита в общем он все прекрасно понял он решил действительно поддержать двух своих любимых дочек и поэтому виталину определил к анжеле ну а настю определил как раз таки к дарине причем было видно по выражению лица насти что она никоим образом не хотела и переезжать к дарине да но лёшка сидит прикалывается над этим ему абсолютно все равно ему абсолютно все равно что дарина обижает настю вот мы видели с вами прекрасно этот стрим который был вчера у них вечерний это был конечно какой-то кошмар с дарины никто я смотрю не проводит никаких воспитательных работ родители вообще делают вид что ничего у них не происходит с этим ребенком в общем продолжают жить дальше ну и даже не думая о последствиях в общем молодец папка всех попристраивал да понял прекрасно что он дарина полгода рень будет хорошо с настей настя будет за ней приглядывать ну а анжеле конечно будет хорошо с виталиной виталина рта не раскроет и будет также убирать там все делать все нормально в общем все у них замечательно и хорошо вы знаете вот смотрю и просто удивляюсь да алёшке вообще плевать на мнение своих детей у них в семье нет никакой свободы слова там все решает папа исключительно он он не спрашивая никого да решает за детей кому и что делать но вы знаете одно дело когда он решает за ребенка которому четыре года это одно дело но когда он по сути не спрашивает детей которым по 12 по 14 лет это уже согласитесь как то немножко так скажем странно в итоге решил устроить райскую жизнь одним своим любимым дочкам да он жили и дарине ну а других настю виталину оставить поставить так скажем в качестве служанок за вот этими вот любимыми дочками в общем очень и очень интересно конечно же я не знаю сколько так выдержат девчонки виталине конечно будет очень сложно она и так идет в первый класс и нужно чтобы у нее была нормальная психологическая всякая разная обстановка но почему-то родители об этом даже никоим образом не думают вообще конечно виталине было бы легче снасти они действительно похожи но вот как как решили так решили в общем я смотрю что в этой семье действительно все делают исключительно только для любимых детей ну а с нелюбимыми можно в принципе особо и не церемониться как то так друзья мои вот такой меня получился обзор на канал семьи колесниковых всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите друг друга здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока